Всем привет! Как всегда меня зовут Павел Белинский. Маленький дневничок, так скажем, начало вложек. Первое это я тестирую свою петличку боя. Вот собственно боя М1 по-моему назовется. Вот сейчас пишу это все в рекордер. Вот рядом телефончик, где я себя вижу и так далее. Я закончил по поводу верхнего света. В предыдущем вложике вы видели эту панель. Это не вложек, по-моему, ночной стрим. Панельку закончил и сейчас она полностью беспроводная, работает, короче, вообще никаких претензий, все круто. В планах сделать второй тип освещения я уже закупил, кстати. Покупочки, распаковочки. Давайте покажу, что купил. Вот. Купил, короче, первое. Я как-то в старом вложике показывал, что купил эту кругляш, короче, с абразивными дисками. Так вот я ими воспользовался, все нормально. Вот. Купил, короче, уголков. Вот. Два уголка, на которые я буду все крепить, крепить к потолку, короче, панели. И еще два уголка, при помощи, которые я приделаю к самой панели, при помощи которых я, собственно, приебеню это все к потолку. Я чуть попозже вам покажу, что я сделал. Купил себе две банки алкидного грунта. Вот. Белый матовый. Вот. И, собственно, это CUDA 2004. Ну, если вдруг для кого-то вопрос. И, собственно, голубая алкидная эмаль. Первую панель я решил сделать голубой. Что за херню, Паша, ты лечишь и нахуй тебе все это нужно. Вот. Если кому интересно, мне все это обошлось. 561 рубль, что на самом деле очень дешево. Давно хотел сделать себе две красивых панельки. Вот. Ну, не панельки, скорее, полочки. Те я, собственно, буду держать какие-то свои приколюшки красивые. Там какие-нибудь там Lego, например. Давайте я расскажу, что хочу. Короче, хочу сделать интересные разноцветные панельки. Скорее всего, что они будут вот где-то вот здесь. Для того, чтобы мой задний фон выглядел красиво. Я надеюсь, что будет одна голубого цвета панелька. Одна будет розового цвета. И одна будет, скорее всего, салатовая. Это все в таких очень пастельных тонах. Но мне очень хотелось бы. Но тона будут пастельными, но глянцевыми. Почему взял баллончики? Потому что наносить проще и сохнет быстрее. Вот. Красть буду на балконе. Что еще интересно? Мастерю постоянно всякую хрень. У меня недавно в моей основной панели, вот, по свету. Один канал, короче, отрубился. А канал отрубается, когда какой-то из светодиодов, короче, сгорает. Светодиоды, хоть и яркие, но крайне низкого качества. Ну, опять же, какого крайне низкого качества? Светодиоды живут у меня уже по... Уже три года. Ну, то есть, это хороший срок службы для светодиодов этого ценового... Этой ценовой категории. Драйверы до сих пор живут им похеру, ничего не становится. А светодиоды потихонечку выходят из строя. И ничего страшного, ввиду того, сколько я за них отдал по цене. Поэтому светодиоды я потихонечку со временем просто проводком одним байпасю. Банально просто делаю проводок в обход светодиода. Перепаивать сейчас на потолке я не хочу, а снимать я точно не хочу, потому что это просто капец как сложно. Поэтому я просто это аккуратненько байпасю и, собственно, оно работает. Продаю кучу оборудования своего, которое мне больше не нужно. Кстати, у кого есть хорошая видеокамера и нужна бас-гитара, готов, короче, с вашей доплатой обменяться. Отдать свой немецкий бас с вашей доплаты за какой-нибудь, не знаю, если за PANAS какой-нибудь GH4 и вообще без доплаты спокойно обменяемся. Вот, если практически в идеальном состоянии. Если какой-нибудь, не знаю, PANAS 980 тоже готов обсудить, но лучше, конечно, в форм-факторе DSLR фотоаппарата, короче. Вот, кстати, приколюха. На днях, короче, произошли вот новости всякие а-ля там Красноярский и того подобное. Вообще на фоне всего происходящего, да и в принципе, вот решил, короче, себе купить рацию домой. Это обычная 8-ваттная рация Baofeng UV5R. Она работает, то есть это нормальная рация, которая принимает, которая передает никаких проблем, она работает нормально, при том здесь даже есть радио, приколитесь. То есть реально радио максимум. Я, короче, угорел от того, что, ну, как бы она мне обошлась в 1500 рублей. Это 8-ваттная двухканальная рация, двухрежимная. Есть еще трехрежимная. Есть, короче, 5-ваттная рация, где два режима 5-ватт и 1-ватт, а есть, короче, 8-ваттная. У них бывает, короче, 8-5-1, ну, то есть три режима, а бывает 8-5-2 режима. Вот, ну, как я, собственно, читал в интернетах этих наших. Вот это двухрежимная, короче, трехрежимная стоит что-то 1800. Я решил, да нахер она мне нужна, короче, взял двухрежимную. Прикольное ощущение от прослушивания радиуса внешнего устройства. То есть я могу это радио спокойно включить на компе, но, черт возьми, это весело. То есть ты включаешь как бы радио на рации, ну, типа на внешнем устройстве, и типа это прикольно. То есть вот со всеми этими шумами, вот со всей вот этой вот фигнёй, шумами, поиском, вот это вот всё. Я вечером периодически включаю просто поиск, здесь есть автосканирование каналов, и ты как бы включаешь просто сканирование, и оно как бы шипит, что-то находит, что-то терлинкает. Блин, это оказывается так охуенно, вообще капец, я просто в шоке. Я не думал, что это настолько прикольный опыт, это настолько вот весёлый экспириенс, я просто не ожидал. То есть хочу купить приёмник, в котором будет там 3 МГц, где будет там 14 МГц, чтобы я мог слушать хулиганов, радиолюбителей, чтобы я там мог автомобить и дальнобоев, короче, ловить и так далее. Блядь, это прикольно. То есть я вот сижу за компом, у меня ничего дома не играет, и потихонечку жужжит, короче, вот это вот радио из рации, и это, блин, очень весело, серьёзно. Короче, решил зарегистрироваться на этом, на Тиндере. Просто прикола, блядь, ради. Зарегистрируешься, я выложил несколько фотографий, ну и, собственно, создал какую-то простенькую анкету для себя, там, описал о себе что-то, кого ищу. И, короче, приколюха Тиндера в том, что ты, как бы, выкладываешь свою фотографию, свою анкету или несколько фотографий, и, собственно, сам сидишь, короче, вытаскиваешь небольшой диапазон, от скольки до скольки, какой возраст ты хочешь, и, собственно, откуда по местности, да. Получается, ты лайкаешь фотки, вот, всяких женщин, дам и девушек, и, собственно, лайкают тебя. И когда это совпадает, то есть, у вас, как бы, создается пара, и вы можете написать друг к другу. А прикол в том, что, типа, это же приложение, оно показывает, сколько раз лайкнули тебя. И, говоришь, для того, чтобы увидеть, кто тебя лайкнул, тебе нужно отдать за это денег. Вот. Ну, собственно, я не хочу отдавать за это денег, мне, типа, как бы, особо пофигу. В чем, блядь, унизительная ситуация? Ты, как бы, сидишь и лайкаешь, и лайкаешь, и в один прекрасный... Типа, сначала ты лайкаешь, типа, того, кто тебе интересен. Ну, то есть, кто, кто тебе походит по типажу, ты читаешь анкеты, ты читаешь, типа... Ну, вот, как человек, который ищет, да? Читаешь анкеты, смотришь фотографии, подбираешь кого-то, и в один прекрасный момент ты понимаешь, что ты начинаешь лайкать людей не в плане качества, да, чтобы найти себе кого-то взаимно, или еще кого-то. Ты начинаешь лайкать по количеству, для того, чтобы увеличить охват людей, для того, чтобы захватить все возможные группы, для того, чтобы максимально плотно охватить всех, чтобы попасть в того, кто лайкнул тебя. То есть, ты начинаешь лайкать уже не на качество, а на количество, для того, чтобы так или иначе зацепить тех, кто лайкнул тебя, но не из-за того, что ты, типа, денег не можешь заплатить. Ну, короче, это странное дерьмо. И ты заходишь, как бы, в Тиндер и такой, типа, блядь, и начинаешь, как бы, лайкать, а тебе неприятна эта ситуация. То есть, как бы, ты лайкаешь не потому, что тебе интересно, а в ожидании, что ли, что лайкнут тебя, потому как, если лайкнут, типа, в ожидании того, что будет лайк взаимен. Это, блядь, унизительно о том, что ты, ну, типа, я не знаю. Короче, мне это очень мерзко. То есть, я думал, я скачаю Тиндер, и это будет, ну, может быть, весело. А это, блядь, это мерзко и унизительно. Это просто пиздец. И, как правило, в 100% случаев, нет, в 99,96% случаев молчок. То есть, лайк оказался взаимен, но на этом всё. То есть, как бы, тебе никто не пишет. И ты такой, типа, тогда какой смысл? Я, как бы, я не сторонник вот этого, кто там должен первый писать и так далее. Но, типа, интересен факт в том, что мне было интересно поставить эксперимент, сколько людей мне напишет. Таким образом, за, там, за неделю моего присутствия в Тиндере образовалось порядка 7 или 8 пар. Но при этом мне написала одна девушка, да, или женщина, я не знаю. Ага, и на этом всё. То есть, как бы, блядь, ситуация в том, что это же нужно, по сути, обоим. Да, то есть, и мне, и ей, ну, так или иначе. Но, как бы, получается такая ситуация, что это нужно только мне. И от этого становится ещё больше омерзительно. То есть, складывается ситуация такая, что, как бы, мы тут взаимно в Тиндере находимся. А необходимость или нужность данной ситуации, она только в тебе. То есть, только, это нужно только тебе. То есть, ей это не нужно, и в этом нет необходимости. То есть, она здесь, либо для того, чтобы, типа, захавать чувство собственной важности, что, типа, пиши мне или иди нахуй, или я не знаю, короче, принцип. И я такой, ну, если так всё здесь сложно, то зачем я здесь, в принципе. Вот, ну и, собственно, этой ситуацией, наверное, всё и закончилось. Я, короче, даже попробовал кинуть в пару групп знакомства Санкт-Петербург, знакомства Ленобласти, Лу-Лу-Лу-Лу. Я попытался кинуть анкет несколько, я их там, сколько-то нам кинуло, ну, что там штуки 4-5, да, собрал анкету, написал всё, что-то такое. И раскидал эту анкету. Анкеты по группам, их опубликовали. И они, как бы, как бы, вроде бы собирали просмотры, ну, какие-то, да, там, где-то там 26, где-то там 3 с половиной тысячи, где-то там 400. Абсолютная тишина. То есть, вообще, то есть, целиком. То есть, мне за всё это время, вот, за существование этих анкет, я думаю, что тоже в районе недели, мне написало всего лишь 2, там, девушки-женщины, 3, 3. И это просто, блядь, дичь. Я такой посидел, подумал, ну, ведь это же, блядь, унизительно, пиздец. Ха-ха, сука. То есть, эти анкеты не собирали лайки. Хотя, ну, я вполне себе неплохо выгляжу, как я, ну, на мой взгляд. И, в принципе, я интересный собеседник. То есть, ну, это не ЧСВ, это объективная позиция. И вообще молчок. И я такой, типа, ну, блядь, значит, нахуй я этим заниматься больше не буду. Так что я посидел, короче, подумал над всей этой ситуацией, понял, что больше этим дерьмом заниматься не стану. Я не хочу больше во всё это дерьмо влазить. Мне это абсолютно, блядь, неинтересно. Вот. Потому как это мерзко. Это омерзительно и противно. Это, блядь, выглядит... Я не знаю. Это, знаешь, это, блядь, как говном умываться. Я хуй его знаю. Конечно, искать противоположный пол, это, блядь, то ли поток такой людей, то ли воспитание, то ли ЧСВ у людей такое высокое, то ли хуй его знает. То есть, мне пишут люди, я прям, понимаешь, понимаешь, в чём прикол, что, как бы, ты пишешь, тебе пишут, например, люди, да, и ты, как бы, тебе пишут привет, ты отвечаешь привет, и всё. Ну, то есть, всё. То есть, час всё, полчаса всё, день всё. Я такой, ну, блядь, ну, давай попробуем. И пишу, типа, расскажи о себе, чем увлекаешься, чем занимаешься. И получается, что, типа, человек не отвечает, но максимально сухо. То есть, я максимально раскрытый, интересный, то есть, со знаками припинания. А с той стороны, пиздец, вообще пустота. То есть, сухо, жёстко, без знаков припинания или вообще с орфографическими ошибками. Хотя я, ну, далеко не орфолог. Ой, господи, не орфограф, наверное, так, наверное, не знаю. Короче, я с русским языком достаточно над ебей знаком. Но, понимаете, блядь, это странная такая ебанина. И получается так, что я в каком-то, я в состоянии интервьюера. То есть, как бы мне пишут, но получается так, что либо я задаю вопросы, и мне отвечают. То есть, я интервьюирую. Либо, короче, разговора нет. Типа, мне раз так написали, я попробовал. Второй раз написали, такая же ситуация. В третий раз написали, я такой, нет, нахуй, я так не хочу. Типа, я хочу познакомиться. Я написал в анкете все, что, блядь, мог по этому поводу. А получается, что в ответ, я, получается, я в состоянии, скорее, никак не ведущий, ведомый, да. А в состоянии, наверное, блядь, ну не подчиненного или как. В состоянии просящего, вот так вот получается. То есть, я постоянно вопрошаю, постоянно о чем-то спрашиваю. Я поддерживаю диалог. Я поддерживаю общение. Я поддерживаю интерес. И получается, что я же поддерживаю интерес к себе же. То есть, я вынуждаю разговаривать с собой. Это низко и омерзительно. Это, блядь, отстой пидорский. Я не знаю. Паноптику. То есть, получается, что, вот, типа, ну как получается в моем понимании. Если ты, как бы, пишешь, вот, то, как бы, наверное, тебе стоит ли задавать вопросы, да. То есть, если я найду какого-то человека в интернете, и мне он будет интересен, я его буду обо всем расспрашивать, я буду интересоваться. Но, типа, если ты приходишь к человеку, получается, то, типа, наверное, и тебе стоит задать вопросы. Особенно, если ты знаешь о человеке многое, а тебе не знают нихуя, то получается, короче, дичь какая-то, ребята. Я понял, что мне это не нужно. Типа, о том, что это, блядь, ниже моего достоинства находиться в такой ситуации. То есть, ну, это отвратительно. Я, я хуй знает. То есть, ну, это, блядь, настолько ниже плинтуса ситуация, в которой я просто, ну, не хочу. То есть, я не настолько, блядь, зависим от общения, я не настолько зависим от секса в том числе. Тем более, мне неинтересны случайные связи вообще. То есть, я не хочу, блядь, заниматься промискуитетом. Мне неинтересны случайные связи. И мне, блядь, будет мерзко тыкать в чё попало. И, учитывая то, что мне мерзко тыкать во что попало, и с учётом того, что, типа, мне обрезительно эта ситуация, я уж лучше дома побуду и буду продолжать заниматься своими делами до того момента, когда в какой-то момент выйдет так, что я вроде с кем-нибудь случайным образом познакомлюсь, и мы будем взаимно друг другу интересны, где мы будем находиться в ситуации на равных. То есть, вот так. Вот такой мой монолог, ребят. Не знаю, пишите свои идеи или своё мнение в описании к данному вопросу, ибо мне интересно ваше мнение. Что вы думаете о группах знакомств? Как вы ко всему этому относитесь? Каково ваше мнение о такой ситуации, в которой побывал я, и ваше мнение о моём ощущении этого всего? Кстати, я ещё поймал себя на мысли. То есть, я в принципе очень адекватный человек, я вообще не привык разбрасываться людьми, я даю людям много шансов, я очень терпелив, я очень терпим и терпелив, хотя планка у меня присутствует, существует, и, безусловно, эта планка достаточно высока. У меня очень большой порог терпения, перейдя через который, собственно, назад дороги нет. То есть, моё терпение, оно достаточно, блядь, резиновый пиздец. Моё терпение во многом исчисляется годами. Я очень терпим и терпелив, прям капец. Я поймал себя на мысли, что также, знакомясь в интернете, когда мне пишут, например, там, женщины, девушки в том же Тиндере или после групп в контактах, в контакте, я понимаю, что я даю шанс даже тем, кто мне внешне не нравится. То есть, внешность важна для меня, но мне интересен, что за человек. И каждый раз, когда я вижу, что мне человек не нравится внешне, но я даю ему шанс, я каждый раз убеждаюсь, что я делаю это зря. Что я имею в виду? Мне кажется, что я делаю это зря, потому как я каждый раз убеждаюсь, этот человек мне не подходит то есть изначально я вижу что мне фотографии не нравится но я даю человеку шанс то есть заинтересовать меня да или вдруг у нас есть много чего общего где внешность не будет так важно и интересность глубокость этого человека будет для меня определяющим фактором в данных отношениях и вот после там трех четырех пяти переписок я понимаю что я этот разговор для меня тягостен то есть внешность безусловно для меня не не важно они определяющие мне интересно общение мне интересно мне интересно душа дал в кавычках мне интересно увлечение человека его кругозор его мировоззрение безусловно не точка зрения вот нет мировосприятие мироощущения я каждый раз понимаю что если я определяю в некоторой степени внешность до какие-то основные параметры черты и так далее которые я нахожу важными для себя и когда я их игнорирую я понимаю что разговор все равно в любом случае заходит в тупик то есть я понимаю что мое ощущение внешности меня не подводит то есть почему так как мне кажется или может быть за те 29 лет что я прожил я наверное научился видеть в людях сопоставлять людей и их внешность так что я в конечном итоге почти там в девяносто девяти девяносто шести процентах случаев четко понимаю что я буду что я получу в итоге согласившись на данного человека на общение да то есть я с практически со стопроцентной вероятностью понимаю что если человек выглядит так то в итоге общение с ним будет выглядеть вот так то есть я начал то ли понимать то ли видеть людей это не так пафосно звучит как выглядит как это звучит то есть факт остается фактом то есть я вот уже на протяжении но достаточно частых общений бесед я понимаю что ни одна из бесед с людьми которые мне внешне по тем или иным параметрам не подходят не складываются то есть вот так странно не правда ли ладно давайте короче все вот это вот безумное количество высокой материи уберем давайте вам покажу что хочу сделать я думаю что это тоже должно быть интересным смотри вот мой балкон но вы все его видели уже не раз не два не 10 короче у меня есть вот таких вот несколько панелей вот смотри вот 1 2 3 изначально не выглядели вот видишь они такого дедовского цвета они вот сверху лакированы каким-то макаром на них нанесен шпон они все из дсп я взял короче и снял лакировку и вот это вот вот это вот якобы древесное напыление он то есть у меня прикинь у меня вот на балконе все вот такое вот то есть вообще короче жестко короче было вот работал я при помощи вот этих вот кругов смотри вот круг вот он вот этот вот самый с липучкой видишь ты слышишь по-любому вот видишь вот они все вот приклеиваются таким образом и вот они вырабатываются до вот такого состояния я короче первый раз на тупил и испортил короче видишь у меня липучка начинается не сначала вот я ее стер нахер ну типа я дурак но опять же первым блинком я никогда не работал таким оборудованием так вот они вот клеятся вот к этой самой липучки клеятся кстати очень надежно все их прикрепляются болгарки собственно ухты блять мне свечка потекла прикинь прикольно свечка потекла ладно надо ее убрать а то она ой она прям мягенькая мягенькая упреки ха сейчас подожди ну-ка давай-ка собери прикольно свечка мне короче потекла свечка прикольно свечка получилось прикольно эй фитиль верни фитиль верни прикельно надо ее продолговато сделать чтобы она этот если чё короче горела долго и упорно ладно давай уберем к нам тень пусть она короче остывает все пусть она там остывает а я весь воски ладно вот я короче с них снял вот все что мог ну то есть вот внутри она осталась точно такой же как и здесь вот но внутри короче нет вот этого напыления и шпона так что я снял не все опять же то есть видишь здесь он темненький шпончик вот здесь посветлее вот я не все снял здесь тоже вот я просто это все ободрал ободрал для вот видишь здесь не проехался вот это придется напильником дорабатывать вот или шкуркой я короче сделать для того чтобы как раз снаружи я нанесу короче грунтовку уже на грунтовку буду наносить сверху этот краску собственно я это все засниму при помощи своей экшн-камеры и сами все увидите и собственно вот эти панельки у меня превратятся одна короче будет голубого глянцевого но близкая к пастельного цвета вот это будет розового пастельного цвета вот это будет салатового пастельного цвета ну то есть они будут такие мягенькие такие прям размытые Что прикольно. И, собственно, как я и говорил, на стене это все дело повешу. Кстати, блин, хочу вам сказать, что это просто прекрасно. Мне никогда, блядь, в жизни не было так удобно. Смотри, саморезики тут со сверлом. Там на глубине, короче, без сверла. Здесь, короче, вот ступенчатые сверла или длинные саморезы. Вот здесь вот очень длинные саморезы. Вот здесь, короче, цанговые зажимы. Все, здесь гвоздики. Здесь, короче, просто шурупчики. Здесь шурупчики с острым концом. Здесь ступы, здесь ключики. Здесь болтики, гаич. Как это прекрасно, чуваки. Я просто охуел. Никогда, блядь, в жизни не было так удобно. Органайзер это лучшая, одна из лучших покупок в моей жизни. Очень удобно. Вот, собственно, про органайзер номер два. Смотри, вот здесь вот у меня, смотри, вся опрессовка. Смотри, вот они, вот опрессовочка. Четверочка, двоечка. Все как полагается. Единичка и так далее. Вот, 0104. Здесь, здесь гляди. Здесь вон дюбеля шестерочка. Дюбеля восьмерочка. Дюбеля, короче, четыре. Здесь, короче, подбоечки. Здесь, короче, старый тип вага. Здесь вага пятиконтактные. Четырехконтактные. Охуеть просто. Просто мне никогда, блядь, не было так удобно. И понимаешь, каждый раз, когда я хочу что-то взять, я знаю, что это, вот это вот что-то, оно будет лежать у меня. Ну, то есть, здесь, конечно, все придет еще в порядок, что оно просто лежит в этом ящике. Ребята, как это удобно. Просто сказка, чуваки. Я просто в восторге. Серьезно, всем настоятельно рекомендую. Если у вас есть куча всякой мелкахи, берите вот такой. Вот вы не пожалеете ни секунду в жизни. Вон, видите, кстати, после того, как я поработал, у меня все, короче, в пыли и в грязи, короче, после этой штуковины. Я тут, я вот тут убирался и похерочи. Ну, это все мелочи на самом деле. Вот, разберемся. Вот такие планы, собственно.